Дома спустя 32 года. Первая группа шушенцев вернулась на родные земли. С историческим событием бывших вынужденных переселенцев поздравил президент Ильхама Алиев. Глава государства выступил на церемонии вручения жителям ключей от квартир. «32 года. Вы жили с тоской по родине. Но я знаю, что вы ни на мгновение не забывали шушу. Знали, верили, что вернётесь сюда. Я тоже знал, я тоже верил. И как президент, начиная с 2003 года, делал всё возможное, чтобы вернуть вас и всех бывших переселенцев в родные края». Говоря о стратегическом значении города Шуша, президент Ильхама Алиев подчеркнул, что без освобождения города успешное завершение войны было невозможным. Теперь для культурной столицы Азербайджана начался новый этап истории. «Жемчужина Карабаха» возрождается. Ведутся широкомасштабные строительные работы. Строятся жилые комплексы. «Коварный враг просчитался. Они настолько поверили в выдуманные самими же мифы, что считали, что смогут навсегда сохранить наши земли под оккупацией. Стоявшие за ними их покровители, крупные державы ещё больше усилили в них эту уверенность. Но мы были уверены, знали, что наступит день, и мы вернёмся на родные земли». Символ несгибаемого духа азербайджанского народа город Шуша стал шестым населённым пунктом, куда вернулись бывшие вынужденные переселенцы. До конца года жизнь будет восстановлена как минимум в 20 населённых пунктах. Сегодня Азербайджану без единого выстрела возвращаются и сёла Газахского района, оккупированные вооружёнными силами Армении в 1990 и 1992 годах. Президент Рихам Алиев подчеркнул, что делимитация и демаркация проводятся на условиях Азербайджана. Это отметил глава государства очередная победа. «Сегодня одним лишь нашим требованием, не прибегая к каким-либо иным средствам, нам возвращаются четыре села Газаха. Возвращается одним моим требованием, и так и должно быть. Так будет и дальше. Право слова здесь принадлежит нам. Мы – ведущее государство на Кавказе. Мы – ведущее государство в экономическом, политическом, военном плане, во всех аспектах. И все должны считаться с нами». Ильхам Алиев отметил, что и Армения, и внешние круги, стоящие за ней, пожалеют, если не будут считаться с Азербайджаном. Им не стоит забывать о силе армии и твёрдой воле азербайджанского народа. «После Второй Карабахской войны мы сказали Армении, давайте справедливо определим границу. Нет, если же вы этого не хотите, тогда скажем мы, граница будет там, где хотим мы. Что сделает, кому будет звонить, пусть хоть сто раз звонит, каким будет результат. Я хочу ещё раз сказать, как азербайджанскому народу, так и тем, кто проявляет интерес к этому региону. Отныне здесь ни один шаг не должен быть сделан без согласования с нами. Уверен, что меня слышат, они знают. «Если я что-то говорю, то я это делаю». «Мы никогда не хотели войны, не хотим её и сегодня. Нам не нужна война, нам нужны были наши земли», – подчеркнул президент Ильхам Алиев. Глава государства вновь раскритиковал 28-летнюю деятельность минской группы ОБСЕ. Она была направлена против азербайджанского народа. «Их лживые обещания и бездействия были не случайными. Они не хотели решать этот вопрос. Они обещали эти земли армянам. Как в советское время параармянский настрой на Горбачёв, а затем и Ельцин обещали эти земли армянам, так же и Франца с Америкой давали им такие обещания. И сегодня посмотрите, кто, как говорится, играет главную роль среди тех, кто ополчился против нас, Франца и Америка. Надо открыто сказать, что больше всех – Франция». Азербайджан восстановил свои права не за счёт чьих-то уступок, а на поле боя. Президент Ильхам Алиев отметил, что во время 44-дневной войны весь азербайджанский народ сплотился в единый кулак. Сегодня об отважных сценах Азербайджана говорят во всём мире. А все региональные вопросы решаются с учётом позиций страны. «Поездку какого-либо посла в Шушу не следует преподносить нам как одолжение. Хочет приехать – пусть приезжает, не приедет – и не надо. Как будто их поездка что-то меняет. Абсолютно ничего не меняет. Здесь, на этой земле, право голоса принадлежит нам. Наша политика основана на международном праве и справедливости. Если сегодня мы вновь увидим, что в Армении реваншисты поднимают голову, что Франция даёт Армении смертоносное оружие, если увидим, что это вооружение достигло критического уровня, то тогда пусть никто на нас не обижается». Глава государства также встретился с жителями, переселившимися в село Сус Лачинского района. В заново отстроенном населённом пункте планируется проживание 59 семей, на данный момент состоящих из 214 человек. Пока в село заселены 20 семей. Для них построены 13 двухкомнатных, 28 трёхкомнатных, 14 четырёхкомнатных и 4 пятикомнатных индивидуальных домов. Говоря о будущем региона, президент Ильхам Али выразил уверенность в том, что Карабах и Восточный Зангизур станут одними из красивейших мест не только в Азербайджане и на Кавказе, но и в мире. Самыми современными, самыми удобными, самыми красивыми.